Итак, номерной указатель. Тут, похоже, осталось, след от того, что я раньше делал, упустили, удалили. Но это несложно. Классическое должно быть два пробела перед номерами. Итак, идем в наш указатель. Именной. Тут много чего, да? Вот два тервина стоят рядом, да? Вот вам она, один-два-три, стоит рядом. Васо один. Джонака стоит рядом. Эти рядышком стоят. Вот здесь нужно будет поработать с номерами. Сейчас мы этим займемся. Вот еще вот. Это такой сложный файл. Я потому и оставил его напоследок, чтобы было понятно, что делалось, что делается. Ну, ладно. Выделяем текст. Нам нужно вот этот текст копировать. Географически мы закрываем. Создаем новый. Эта колонка нам не нужна. Удаляем. Просто надо сразу идти и делать то, что надо. Ну, вот эти вещи нужны. Мы ищем от начала абзаца точка плюс любой символ, один или более, до первой наклонной черты. Вот мы это выделили. Заменить. В данном случае... Ой, это язык просто присвоил. Это какая ошибка. За счет того, что здесь что-то было, он не удалил, а присвоил свойства. Нам это не нужно. Нам нужно удалить, чтобы здесь поля были пустые. Найти. Заменить. Вот теперь он удаляет. Вот. В 10 этой теме таких случаев исправили. Теперь лабушь оставляем. Так. Не так. Не так делаем. Не так делаем. У нас же есть грипп запрос. Ну, что-то здесь живет это. Вот. Выделенный материал. Выделенный фрагмент. Найти. Это оставить. Найти далее. Найти далее. Балл 1. Бали. По-моему, это не нужно. Заменить. Найти. Заменить. Найти. Это надо оставить. 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 Заменить. Найти. Заменить. Найти. Найти далее. Найти далее. Найти далее. Найти далее. Найти далее. И это рядом нет такой термина. Ситы больше нет. Вот мы остали все наши нужные нам номера. Теперь их нужно повторить в нашем файле. Поднимаемся вверх. И открываем наш файл. А ламбуша 1, а ламбуша 2. Подчеркивание 1. Подчеркивание 2. Вот такая вещь. У нас сейчас этот термин, а ламбуша, он официальным стилем термин. Мы должны вот эти номера, раз мы их ставим, мы должны их сохранить. Это важно. И тоже мы должны их сохранить так, чтобы они не были видны на печати. Вот такая хитрость. Вот чтобы это правильно сделать, надо в стиле термин, вот я его открываю сейчас. Если вот не заморачиваться то, что я сейчас делаю, то вполне достаточно просто логического стиля термин. Только название все. Но когда мы в такие игры играем, то тут надо четко описать, какой кегль знака, иначе мы можем не установить, потерять. Там пишут здесь 10 пунктов. Визуально ничего не изменится, но мы для себя сохраняем дорогу назад. Пока не понимаете, потом поймете, неважно. Дальше. Вот эти знаки. Мы их оформляем символическим стилем. Я назову скрытый индекс. Shift 11. Новый стиль стиля. Скрытый индекс. Вот сейчас мы для того, чтобы видеть, что мы все делаем, я сейчас их буду красить. Только для того, чтобы понимать, что мы попали туда, куда надо. Это то, что нужно. Когда мы все сделаем, мы этот hidden индекс переопределим. Редактировать. Мы скажем, что этот стиль не 10 пунктов, а 1 десятый пункт. Цвет можно сделать прозрачный. Я обычно делаю еще масштаб по горизонтали 1%. Тогда он вообще исчезает. Но мы всегда можем вернуться. Но пока что нам задача стоит все покрасить. Давайте пока это... Сейчас задача стоит все правильно разметить, найти вот эти нужные индексы, а потом мы от них избавимся. Итак, эти мы два поставили. Идем в нашу таблицу. Уже не таблицу, не сюда мы идем, вот сюда, да? Безымянный. У нас две таблицы. Так, просмотр. Вот так, поставим их рядышком, чтобы проще было искать. Так, ламбушу нашли. Вот эту еще копировать. Нашли. Видите, здесь остался старый текст от этого самого... А нет. Вот. Это осталось от того, что я размечал. Давайте это берем. И тут брат Рама тоже это... От того остался. Только я что-то не понимаю, где второй был по Хараваджу. Один есть, а второго нет. Не понимаю. В Хараваджу есть вся этот великий побежник? Это два. А первого как-то не видать. Что-то здесь потерялось в этом месте. Это в Хараваджу два точно совершенно. В общем, первый персонаж потерялся. Пока сохраняем второго. Подчеркни знак 2 и символистиль хидн индекс. Пхарат 1, Пхарат 2. То же самое. Шрифт 1. Подчеркивание. Два. И тот же символистиль специальный. Так. Вамана. Три штуки. А в Аманов только одна штука. А где остальные два? Ворона. Младший брат Шакр куда-то подевался. Что-то здесь как-то после правки, после чистки текста что-то здесь много потерялось. Что-то здесь много потерялось. Непонятно. Вамана 1, Вамана 2, Вамана 3. Так. Попробую открыть тот файл, который был у меня. Вот открыл свой файл. Действительно, в Бахарабад же есть только один, как и в том файле. И Вамана тоже один. Хотя в файле 3. Вот здесь та проблема, о которой я тогда говорил, как быть с этими. Вот сейчас мы на нее попали. Надо придумать, как ее решать. Те, все, Ваман, три разных сущности было. Но в втором томе только какая-то одна сущность есть. А две других, наверное, в том том томе. Но мы не знаем, какая из этих трех специального темного здесь. Тут нужна какая-то другая помощь. Какой-то клуб за такого должен быть. Помнишь, залы. Не знаю, как здесь быть. Я для определенности скажу, что это вам, она 1. А вы, когда разберетесь, там поставите нужный индекс. То есть, я вам расскажу, как это работает. А вот конкретно, какой индекс должен быть, это надо решить. и когда будем глинилить следующий файл, мы с этой проблемой разберемся. Как вы сказали, что это нужно указатели и индексы показать в сыром виде. Для сырого вида то, что я сейчас показываю, это годится. Мы считаем, что это вам она 1. А когда будем делать заново, мы там все будем собирать сразу правильно, сразу добавлять нужные индексы, и этой проблемы не будет. Сейчас проблема в том, что во втором томе совсем неизвестно, какой характер попался, если какой вам она. Поскольку индексов нет, он пока что будет действовать наугад. Но пока мы разобрались, уже хорошо. Итак, символ, данный мне дизайн, говорю, что это вам она 1. Отмеченная символенным стилем. Хиддл индекс. Пошли дальше. Пошли дальше. Вася мимо. Джанака 1, Джанака 2. Джанака, Джампха еще есть перед ним, как ориентир. И тут быкцы видят царей. Сейчас будем искать. Выделяем. Копируем. Переходим в этот файл. Джанак, она и здесь. Он нашелся. Джанака, почему Джампха? Значит, это первый. у нас ориентир есть. Отметили. Джанака 2 здесь. Бык среди людей. Джумаджа и вот идет потом. А Джанака 2 был здесь. Джанаки 2 здесь вообще нет в этом томе. Так, Кокутсха. Так, где вы это? Скопировали. Пошли сюда. Вот. Криводушная. Кокутсха. Калапа. А, понял. Вот криводушная. Мать Бхарат, она Кокутсха была. В общем, пусть она будет первой. Я теряюсь в догадках. А тут не тот случай, когда нужно быть абсолютно правильным. нужно отработать идею. И это у нас получается. Так, шляпа какая-то. ищем материали. Чем хорошо то, что мы поделили на части. А вот Кшиапа. Аршамиле. Ага, значит, это вторая. Отмечаем. Так, кто даст? Что у нас там идет? Какая корова? Да, вот этот файл, который на таблице, его желательно иметь не фейсинг пейдж, не разворотом, отдельной страницей работать проще будет. Когда вот так сравниваешь, ищем Кушу. О, нашелся. Куша нашелся. Синбхарма. Наверное, это второй Куша. Скрытый индекс. Так, Манхара. Один штука. Это вторая, я думаю. Не документ, а материал. Так, Мару предганджанаки. Она, ну и просто Мару. Я не знаю. Мама мала раму, рама была дождь. Так, это рама. Пусть это будет первая рама. Так, больше ведь рама нет здесь. На рабе Жиграханян есть. На другое раба. Так, Сома. Так, еще и материали. Сома. 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 Один, два, значит. Так. Сомдаван. сома. А тут нет. Ни того, ни другого. А, нет, один есть. Сукет. тут, Суматра, значит, Сукетта туда попала, в первый том. в суммате одна есть. Так. А, слабая тара. Так. Чего-то здесь тара не нашёл. Да, тары здесь нет. Так, а урмила? Урмила есть. Пусть будет номер два. Пусть будет такая. Чего, неужели кончилось? Так быстро? С ума сойти. Итак, вот этот фейл мы сохраняем как таблица с именами. Итак, у нас есть файл. Нам уже не нужно вот так. В привычном виде можно посмотреть. Ну что, запускаем скрипт. таблица. Поставили. Таблица. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И вот мы видим, что с этой идеей вот так не получилось. Не получилось потому, что добавляемый текст... Я не включил опцию применения канатионного текста своего стильного стиля. Он подхватил стильный стиль, вот этот скрытый текст. Поэтому делаем вот так. Я потом подумал, а вот сейчас, на сегодняшний момент, делаем так. Shift 11. Мы этот стиль пока сохраняем. И мы говорим, что цвет черный. И вручную пока что мы здесь выделяем текст. Греб-поиск. Ищем знак подчеркивания. Слэш-д. Ой, он у нас есть, да? И вот здесь моего... Цвета нет. Кегль 1 десятый пункта. Масштаб агрегантали 1%. Вот в первом приближении вот так можно сделать. И это мы закончили работать со вторым томом. И сейчас я то же самое сделаю с первым. Субтитры делал DimaTorzok